здравствуйте друзья сегодня забрел ко мне в офис блогер хвостович александр он же наш бывший выпускник студент и забрел он с целью снять что-нибудь вместе и так чтобы половинка была у него на канале а половинка у меня вот мы снимали на две камеры и первая часть будет у него вторая часть будет у меня когда появятся оба видео я вот под этим которые сейчас наговаривают анонсмент вот это да я дам ссылку на оба но тот который у нас на канале будет на силикон вал и войс вы его и так увидите я надеюсь вот но в данном случае такой анонс и у нас не было заранее договорено значит о чем мы говорим но речь шла о том что чуть такое полезное должно быть чтобы люди что-то вынесли из этого поэтому мы начали говорить про снова х недостатках вода за тема интересная про недостатки и но уже вместе да не то что я один а вот мы так в диалоге с одной стороны с другой стороны вторая часть мы переключились на медицину в соединенных штатах вот то что у нас на канале будет висеть значит там про медицину про проблемы медицины может быть какие-то еще более сложные проблемы там с дефицитом бюджета и так далее вот как то так мы туда почти политически значит воспарили и закончили я думаю что все это было на позитивной такой ноте я сейчас еду домой меня камера с собой вот я приду и начну значит там монтировать вот но что сказать еще раз я вас приглашаю посмотреть мы с сашей давно ничего вместе не снимали и всегда интересно так посмотреть как люди меняются его супруга оля у нас поучилась и поехала сейчас на украину там какие свои вопросы семейные решать вот а когда вернется соответственно мы будем ей уже заниматься отдельно это будет отдельная история но наверное саша там у себя отдельно расскажет на своем канале я не знаю если оля захочет у нас тут сниматься вот но обычно она там у александра снимается вот но это это как бы впереди вот наверное такие у нас новости я в целом в хорошем настроении вот мы так потрепались вроде на одной волне вот я я вижу что мы с ним на одной волне и это всегда приятно когда люди что-то там делают такое в общем в одном направлении и у них схожие понимание того что они делают при том что я думаю что и в возрастном плане и в разных других у нас очень отличающиеся аудитории я не думаю что там как-то сильно перекликается вообще я часто вижу я не знаю из-за чего но как-то мне так иногда выговариваются от хвостович и вот тип он натворил чего я не зачем натворил но может быть он такие делает эпатажные сюжеты я помню очень с удивлением смотрел как он икрой там из банки вымазывался одну банку вторую банку и меня икру было жалко я думаю что же так продукты переводить вот но но дурачится черт молодой то о чем они дурачи если молодой но может быть его так и смотрят молодежи много я не знаю во всяком случае я его не за икру можно сказать ценю за то что он ну кроме того что он просто парень хороший значит а за то что у него канал у него 50 тысяч подписчиков ребята это неплохо 50 тысяч подписчиков у него при вот том что 50 тысяч подписчиков и он не делает так часто видео у него вот тут недавно совсем был за миллион просмотров за за месяц понимаете это это не слабо другое дело что скажем по сравнению с нашим каналом у него есть несколько таких видео которые собирают большой трафик вот он рассказывал на эту тему у нас например с десяток видео таких которые собирают в месяц там тысяч по 10 то есть 100 тысяч просмотров приходится на 10 тысяч видео вот у него может быть более острая вот эта кривуля но тем не менее я вам скажу что миллион за месяц это не слабо это очень и очень не слабо так что вот я с интересом так наблюдаю мне вообще интересно как другие блогеры что-то делают и у каждого есть чему поучиться вот он что такое знает чего я не знаю например меня научил юра мельников как видеть таги которыми кодирует видео блогер то есть раньше можно было просто инструмент специальный был для ютюба и я я им пользовался я мог посмотреть вот а как человек закодировал ключевыми словами свое видео а потом они этот инструмент убрали и говорят вот временно говорят они мы прекращаем но хорошо прекратили оказывается можно пойти посмотреть я не знал как но мне вот показали поэтому к чему я говорю что общение между блогерами она имеет такое значение важное и всегда приятно и полезно ну и плюс как бы я считаю что для общего дела тоже хорошо записали два сюжета и народ значит может посмотреть у кого есть время силы и настроение счастливо